2013 год в российском криминальном мире запомнился длительным затишьем. В преддверии Сочинской Олимпиады за рубеж из России уехало более 50 генералов преступного мира, так называемых воров в законе. И конечно же они покинули страну не из благих побуждений, по типу пусть люди отдохнут без нас, хотя бы во время спортивного праздника. На самом деле все гораздо прозаичнее. Накануне правоохранители провели с авторитетами своего рода собеседование. Ворам в законе было рекомендовано покинуть пределы России на длительный период. В противном случае им было обещано, что как только оперативники заметят проявление активности со стороны того или иного главаря, проведение сходок, разборок и так далее, он тут же под любым предлогом будет отправлен в СИЗО или насильно выслан из Российской Федерации, если это гражданин другой страны, с запретом возвращаться на длительный период. Понятное дело, большинство воров в законе предпочли в такой ситуации перебраться в Европу. Те же, кто остался, старались вести себя тихо и незаметно. Но вот прошла Олимпиада в Сочи и криминальные генералы потянулись обратно на родину. Понятное дело, забот и хлопот за этот промежуток времени у них собралось немало. Обо всех их преступных делишках мы сегодня рассказывать не будем, а поведаем лишь об одном таком событии и герои уголовщины. Зовут его Александр Северов. В криминальном мире известен как Саша Север. Влиятельный российский вор в законе, за плечами которого 29 лет отсиженных. Дело в том, что от братвы к нему насобиралось очень много вопросов, и только Олимпиада в Сочи помешало с ним вовремя разобраться. Но давайте обо всем по порядку. Александр Северов, наверное, единственный из современных воров в законе, который провел большую часть своей жизни за решеткой. Причем благодаря не только своему характеру и уголовным делам. Так вышло, что этому персонажу даже появиться на свет довелось за решеткой. Его мать Римма Северова была хорошо известна в Советском Союзе каждому милицейскому. Это была профессиональная мошенница, у которой было несколько липовых паспортов и столько же трудовых книжек. Она, как и герой книги Ильфа и Петрова Остап Бендер, куролесила по необъятной стране и обманывала порядочных советских граждан. Только в отличие от нынешней полиции, в советской милиции таких проходимцев находили быстро и нарезали им сроки в тюрьмы и зоны, где им негде было использовать свои врожденные навыки афериста. Вот так и вышло, что в 1959 году, когда в очередную свою отсидку, отбывая срок в Карагандинской колонии, эта женщина родила сына, которого назвала Сашей. Что тут сказать? Не повезло парню, который в утробе матери еще не успел совершить каких-либо противоправных действий, оказаться за решеткой с первых дней своей жизни. Если все остальные дети ходили в школу, становились пионерами и комсомольцами, то Саша изучал свои ценности и правила жизни – уголовные. Будучи ребенком, Саша видел только тюремные стены и надзирателей. Он с молодых ногтей впитал в себя лагерные устои, порядки и атмосферу неволи. Все, что кажется нам дикостью, было для мальчика нормой и обыденностью. Он с молоком матери впитал, что человек в форме – это враг, что жить по законам неправильно. Учеником уголовной науки Саша был прилежным. Как бы сказали в школе, был круглым отличником. По достижению определенного возраста парня поместили в интернат для детей без родителей. Ему там не нравилось, он во всем шел наперекор. В один прекрасный день терпение директора заведения лопнуло, и тот отправил мальца уже в специнтернат для трудных подростков со строгим режимом и иерархии подчинения. Будущий авторитетный вор в законе совершил здесь свое первое преступление – кражу. А когда к нему пришла администрация интерната, умудрился еще и сломать нос воспитателю. Конечно же, парнишки впаяли уже настоящий срок – два с половиной года и отправили в очередной криминальный университет. В колонию для несовершеннолетних. В это время Саше было уже 17 с лишним лет. Он недолго пробыл на малолетке и по достижению совершеннолетия переехал на взрослую зону. Для него это был дом родной, где он знал абсолютно все. Сразу же зарекомендовал себя злостным отрицалой, который нигде не мог ужиться ни с какой администрацией. А поколесил он по тюремным учреждениям страны за свою долгую жизнь буй здоров. Только на славно известном белом лебеде Севров чалился дважды. Не единожды отбывал наказание в еще одном известном заведении в Владимирском централе. Из-за того, что Северов являлся злостным нарушителем режима, он был завсегдатаем карцера, благодаря чему у него очень сильно испортилось зрение. На многих фотографиях Саша стоит в темных очках, но это не пижонство с его стороны. Регулярно находясь в темных и сырых помещениях штрафных изоляторов, Саша заполучил заболевание глаз фотокератит. Это когда не можешь без очков с темным напылением долго находиться при освещении. Короче говоря, настрадался парень по собственной глупости очень сильно. Но в то же время добился невероятного авторитета среди таких же уголовных элементов, как и он сам. И уже скоро Северова коронует горы в законе. Это произошло в тюрьме Владимирский Централ в 1993 году. Александра Северова короновали такие известные воры в законе, как Ревас Цицешвили, Цицко, Ревас Бухникошвили, Пеццо и Сергей Бойцов, боец. Север, по сути, был одним из немногих законников, которого короновали совместно кавказские и славянские воры. Это говорит о том, что его уважали все авторитеты страны, независимо от того, к какому клану они принадлежат. Примечательно, что сам Север в последующем будет редко кому давать свои рекомендации на корону. А точнее, это произойдет лишь однажды, когда он коронует воры в законе Александра Окунева по кличке Саша Огонек. Север запомнился тем, что он стал первым вором в законе, который начал раздавать интервью журналистам, рассказывая в подробностях об устоях воровского мира. Вот помогите нам туда-сюда, тыры-пыры. Я говорю, что вам помочь-то? Ну, как бы крышу нашей бы. Я говорю, слышишь, милок, я никого не крышую. Я не крыша, понял? Я говорю, я вор. Я никого не собираюсь крышовать. Вот если поступит к тебе кто-то несправедливый, ты обратишься ко мне, я буду разбираться, искать истину и виноватого, если обратитесь. Это да, я буду искать справедливость. Но ни в коем случае я не буду, допустим, тебя вытаскивать из грязи, если ты в ней залез сам. Я не буду тебя вытаскивать, а я скажу, что ты в говно и в лес. Знаешь, как оно есть. И ни за какие коврижки я по-другому не скажу. На свободе Север находился очень редко. То ли ему так нравилось, то ли жить уже иначе не мог. Все его уголовные дела и сроки описывать не вижу смысла. Скажу лишь, что в общей сложности бывалый Урка прочалился 29 лет. Но в его уголовной семье это далеко не рекорд. Дело в том, что его мать, советская мошенница Рима Северова, имела 11 судимостей и просидела в общей сложности 44 года. Отец Александра, Валентин Северов, пробыл в заключении 27 лет. Не сильно отстала от родителей и старшая сестра Саша Александра, проведя в колониях без малого 22 года. Общий медальный зачет семейство Северовых более века за решеткой. Вот ты, бля, ездишь на автомобиле, в тебя какие-то морозки врезались, мужика вытащили. Слышишь, ты барбос, ты чё, козёл, трёшка с тебя там отобрали, всё, уехали. Понимаешь, мужик там через знакомых узнал, что кто-то меня знает, к нему обратился, человек приезжает ко мне, так, так и так, бать, вот такая ситуация. Кто? Там, поехали, приезжаю, там находим, я говорю, садись, дружок. Ну и расскажи, почему ты вот 3000 мужику-то повесил? Ты же был неправ-то, да. А почему ты 30 тысяч не потребовал? Потребовал почему? Вот я еду сейчас, поеду, ты меня не знаешь, ты сумеешь 3000 меня потребовать? Духу хватит у тебя? Не потребую же ведь? Нет. Я говорю, знаешь почему? Я тебе прямо скажу. Потому что видишь, что от меня будет такая отдача, что ты заколебнёшься сразу. А мужик за себя не способен постоять, ты ему привесил? Так вот ты сам машину сделаешь и трёшку заплатишь. Понял? А не заплатишь, я посмотрю, как ты будешь бегать по этому городу. Здесь же в тюрьме он и поженился на своей любимой женщине Валентине. Девушка из очень приличной семьи ввергла своих родителей в шок, когда рассказала о своём избраннике и о том, что свадьба произойдёт в колонии для осуждённых. Родители Вали были известными людьми в Твери. Отец – кандидат медицинских наук, мать – преподаватель в местном медицинском университете. Валентина оказалась достойной второй половинкой для матёрого зэка. Непрестанно его поддерживала. Забрала из детдома Диму, сына Севера от первого брака, и воспитывала вместе с двумя другими детьми Алексеем и Еленой, которых родила уже будучи в браке с Севером. Забегая вперёд, скажу, что оба сына и Дмитрий и Алексей продолжили семейную традицию Севера, позже отсидев дважды за совершённые преступления. Самое главное в человеке, в мужчине – это его слово. Вот слово его, человека. И это даже касается воровского. Это слово, оно не должно вообще никак соизмеряться с какой-то оценкой. Сколько оно стоит, слово человека? Оно бесценно для него. Никакие деньги не дороже слова. И вот когда люди все знают, например, тебя, знают, что ты человек слова сказал, сделал в любой ситуации. Хорошо ли тебе, обстоятельства поменялись, плохо стало. Но если ты сказал, сделаешь, ты это сделал, и люди все это знают, то в тебя и верят, понимаешь? На тебя можно всегда положиться. Поэтому такие люди сами будут тянуться, ну, ко мне, чтобы со мной хотя бы иметь отношения, понимаешь, какие-нибудь. Но к этому ещё надо, чтобы и люди увидели это на поступках, не на словах. К слову сказать, именно Валентина познакомила своего мужа-законника с тогда ещё неизвестным исполнителем шансона Михаилом Кругом. Впоследствии Саша и Михаил очень подружились. Север любил сочинять стихи на воровскую романтику. Некоторые из своих стихов он подарил Кругу, который использовал их в своём репертуаре. Пожалуй, самый известный можно услышать в песне «Осенний дождь». Чуть позже Михаил Круг исполняет песню, ставшей хитом шансона под названием «Владимирский Централ». Причём поначалу в песне должны были быть слова «Владимирский Централ» Саша Северов. Но после прослушивания песенного черновика вор попросил убрать своё имя. Так в последующем и вышло «Владимирский Централ. Ветер Северный». Известный вор в законе и Михаил Круг дружили вплоть до 2002 года, пока знаменитого певца не убили дома при ограблении залётные преступники. Северов очень здорово научился на зоне играть в карты. Когда он освободился, это был уже профессиональный катава, который ни на минуту не выпускал из рук колоду, оттачивая своё мастерство. Северов выигрывал целые состояния и пускал по миру многих известных картёжников страны. На костяшках кисти правой руки Северов выбил маленькие изображения всех карточных мастей и не в качестве дани своему увлечению игрой. При помощи наколки он мог дать сигнал своему партнёру в игре, с какой карты тому следует заходить. Для этого было достаточно слегка пошевелить пальцем, над которым была наколота нужная масть. В конечном итоге карты стали для Северова главным источником дохода. Дошло до того, что с ним уже мало кто отваживался играть. Но Северов и тут не растерялся. Он периодически отправлялся вояжами в различные казино по всей стране. Примечательно, что вор в законе не ленился забирать чеки игральных заведений, где значились круглые суммы. Оперативников всегда ждала фиаско, когда они заглядывали к нему на очередной обыск и просили разъяснить, на какие деньги неработающий уголовник отстраивает себе особняки и ездит на дорогих мерседесах. Тогда авторитет, не моргнув глазом, предъявил им квитанции с внушительными суммами выигрышей из разных игровых заведений, разбросанных по постсоветской территории. Когда, допустим, даже разговаривают воры между собой, то всегда разговаривают таким языком, такими словами, что друг у друга не может вор как бы спросить другого, что ты этим имеешь в виду. Потому что что он имеет в виду вор, то он и говорит. Ты должен так и понимать однозначно. Это у фраеров может быть так. А что ты подразумеваешь под этим? Если я что-то подразумеваю, я тебе и скажу сам. Если я что-то подразумеваю. А если ничего не сказал, значит, ничего не подразумеваю. Значит, оснований не имею. Отдельная заслуга Севера в его необычной популярности состоит в том, что это, наверное, единственный вор в законе, который очень часто общался с журналистами, давая им интервью. При этом у него очень хорошо получается общаться с собеседником, он рассказывает эмоционально, да и сам по себе это достаточно харизматичный человек, умеющий привлечь и удержать внимание. Несмотря на его необычный стиль изложения с зачастую ненормативной лексикой и использованием тюремного жаргона, его речь неплохо поставлена и имеет хороший словарный запас. Интервью Севера еще интересны тем, что в них раскрываются подробности происходивших в воровском мире событий, приводятся случаи жизни и проливается свет на воровскую долю. Закат криминальной карьеры матерого уголовника начался, конечно же, из-за денег и влияния. Кроме Севера в Твери был еще один вор в законе Сергей Волчок по кличке Комуняй. Пока Север и Волчок поочередно ездили отматывать сроки, разногласий между ними не было. Но когда оба вора после очередной отсидки одновременно осели в Твери, то Комуняю пришло понимание, что известный всей стране Север просто затмевает его, да еще и эта дружба со звездой шансона. Конечно же Комуняя задавила жаба, и тот очень долго ждал момента, чтобы предъявить конкуренту и убрать его от Тверского корыта. Как я и говорил выше, этот шанс представился сразу после Олимпиады в Сочи. Именно Комуняй больше всех на свете томительно ждал окончания спортивного праздника. И уже в марте 2014 года Комуняй срочно собирает воровскую сходку. На сходку по Северу он пригласил таких известных законников, как Юрий Пичугин, Пичуга, и Василий Христофоров, Вася Воскрес. Северу предъявили, что он не соответствует статусу вора в законе по нескольким причинам. Во-первых, за излишнюю публичность, Север много давал интервью, в которых в подробностях расписывал воровской уклад жизни. А ведь это всегда было скрытое от чужих глаз темная сторона общества. Во-вторых, Северу предъявили за плохое пополнение общака. Но и самый главный косяк Севера был в том, что он собственноручно признал себя потерпевшим в деле, когда он подал исковое заявление в суд на возмещение материального ущерба за отказ освобождать его по амнистии. Это был глупейший поступок со стороны бывалого законника. Ведь вор не имеет права на какие-либо заявления в органы, а тем более быть потерпевшей стороной. В общем, Севера раскороновали, но сделали это с максимальным уважением. Не стали отправлять малявы по лагерям с уведомлением о раскоронации. Северов не стал доказывать как-либо свою правоту, не стал мстить. Разве что чуть позже Север обратился к Шакру-молодому с просьбой восстановить его воровском статусе. Но тот отказался это делать. Северов продал квартиру в Твери и перебрался в загородный дом, который он отстроил в своеобразном стиле. Дело в том, что свой дом Саша окружил бетонным забором, точно таким же, каким обычно ограждают исправительные учреждения. А по периметру еще и поставил вертухайскую вышку. Возможно, это сделано для того, чтобы не забывать лучшие годы своей жизни.